В дальнейшем ушки они красятся, как делают американцы. Примерно так это выглядит. Сох вы прощупывали? Сох есть, но он все-таки незначительный. Его не видно. А если хорошо посмотреть, то его действительно будет незаметно. Так, по ушам вроде бы все. Есть какие-то вопросы по ушам? Очень много информации. Очень много разных методов, чтобы я поймала, что ты делаешь. Дальше. Лапы и хвост. С лапами и хвостами все немножечко сложнее. У меня вопрос. Кемарик, лапки у тебя с собой? Можно я возьму? Да. Вот лапы, которые делаю я. Вот лапы. Вот допустим лапка. Покусаем. Отличие лап в том, что есть несколько серий. Есть пять пальцев, есть четыре пальца, есть даже три пальца лапы. И примерно так вот все это может выглядеть. То есть типов создания лапов очень-очень много. И если вам кажется, что просто можно обвести свою руку и этого будет достаточно, извините и нет. Вот что получится, если вы берете, допустим, свою руку. Здесь подушечки плохо видно, потому что я посчитал, что панты должны быть черной подушкой. Хочу вам. Дальше вы пролапали гену. Всем. Да. Да. Вот я рекомендую вам. Да. Герман-хитрец. Опять-таки, на примере кемарки. Помните, я вам говорил, что при производственном посыле попадает мех? То, кому не видно, я... Можно я передам, да? Можете посмотреть. Вот мех пришили, и он попал в шторм. Можете сравнить с той же самой подчаткой. Вот он внутри. То есть здесь обыкновенная машинная прошивка, я смотрю даже без закрепительного шва. Обычно, когда шьется на машинке, то прошивается первая строчка такой обыкновенной, прямой, а потом делается дипзагом или оверлоком крепления шва. То есть он закрепляется. В случае, если вы дадите какую-то нагрузку, то он у вас просто не порвется. Это будет ваша. Так. Одни лапы я вам дал. Эти лапы сшиты вручную. Я рекомендую все-таки лапы сшить вручную. Машинка-машинка, но при попадании меха, даже если вы будете его расчесывать, очень маловероятно, что вы спасете лапы от такой неприятной проблемой. Теперь я вернусь обратно к типам. То есть у нас есть, допустим, стандартные лапы, вот как я вам передал. Или вот они с изнанки вот так вот там не выглядят. То есть эта лапа просто объедет. Есть стандартные, вот, четырьмя пальцы, вот. А есть стандартные, есть тремя и так далее. Но очень интересный вид, так называемый фэрл. Фэрл – это звериная лапа. То есть у вас все еще четыре пальца. Но эти четыре пальца, они у вас выглядят как реально кошачья, допустим, лава, кошачья, собачья, не важно. То есть, обычно большой палец попадает сюда, остальные четыре попадают в следующие три ответствия. И выглядит вот именно вот этот вот вариант, я вам покажу пример, он выглядит очень и очень эффектно. Если вы будете делать, допустим, для кого-нибудь карт-плея, то есть не просто там, походить, например, на горе, то я рекомендую делать все-таки вот под такого, под старого. Пак и Форд. Пак и Форд продаются, если кто-то назвал Фэрри Фокси, вот такие вот у них продаются лапы. Это просто лапочки четырьмя пальцами, тоже красиво выглядят, они как мультяшный, больше стиль. И у них есть внутри подложка. Между подложкой и между мехом у них набит какой-то материал. Допустим, вот тот же самый колокольчик. Или снидет. То есть он мягкий, и выглядят они очень мультяшно, я бы сказала. Я не скажу, что это плохой стиль, но он уже на любителя. И последнее, это Панчифос. Панчифос чаще всего, я даже не переведу это, но чаще всего это делают такие огромные-огромные такие лапищи. Их обычно делают под скультюты, потому что, ну, человеку такие большие лапы, ни к чему. Достаточно обойтись вот этими предыдущими стилями. Вместо наполнителя, вместо холофайбера еще могут использовать поролон. Тогда берут, допустим, обыкновенную строительную перчатку, потом на нее наклеивают кусочки поролона. И начинают лезвием придавать ему полную, чтобы они были достаточно выкуплены. То есть это на тот случай, если у вас вы не можете взять себе подложку, если вы не можете купить холофайбер или, допустим, дитипу. Потому что они продаются в больших достаточно объемах. И тогда в таком случае, если вы можете заменить на поролон, вы можете тоже сделать и в такие лапы, или вот такие вот. Для поролонов обычно, для звериных лап, обычно уже наполнители ни к чему. А сразу же хочу отметить наличие коктейлей. То есть кокти здесь не обязательно. То есть у меня пока что на этих вот ненадных подушечках, извиняюсь, на ненадных лапах нету коктейлей. Так что получилось, что заказчики не захотели. Но кокти вы тоже можете добавить. Кокти можно сделать из полимерной глины, можно слепить, можно купить полиморс. Полиморс чем хороший? Скинули в кипяток, он у вас разогрелся, достали, помяли, сделали себе нужную форму, отложили. Допустим, вы поставили в лапу, вам сейчас некоторое время не хочу лапы с когтями, хочу без когтей. Сняли, вытащили, бросили обратно в кипяток и слепили что-нибудь себе другое. То есть полиморс удобен тем, что он многоразовое использование. Но он очень дорогой. А полимерная глина, ее нужно тщательно использовать в соответствии с инструкцией. Если вы ее перегреете, она у вас будет краситься. Если вы ее не догреете, она у вас будет мягкая. Ну, опять-таки, подушечки на свое рассмотрение. Обычно в НЕКО наборах подушечки вообще не... Ой, извиняюсь, подушечки. Опять. Когти вообще не предусмотрены. Они нужны для инемичности, для милоты, а не для того, чтобы быть агрессивными. Они пригодны только у вас в основном зверинок. Я в 2 раза больше. Так, и сейчас я вам покажу пример. А, нет, не покажу. Расскажу лучше про подушечки. Следующий будет пример. Подушечки можно сшить. Здесь они достаточно низко. Они, в данном случае, они постоят якобы звериную форму. Потому что если эти подушечки наверх, как вот здесь, это уже не похоже на звериную форму. Соответственно, и да, 4 пальца именно в этих лапах сделаны для того, чтобы... Ну, более было так вот, звериную. Но подушечки можно сделать из плиса, подушечки можно сделать из... Плюша, допустим, можно сделать. Можно сделать даже из очень коротенького места. Вот здесь тоже какая-то ткань, и никто зубра по этой ткани. А можно сделать вот, как вот на картинке, это подушечки из силикона. Очень красиво, очень мягко. Не знаю, наверное, нос, все зависит от того, какой силикон вы возьмете. Но при этом, когда вы нажимаете, допустим, здесь вы нажмете на подушечку, она будет мягкая, потому что здесь наполнитель. А если вы нажмете на вот такую подушечку, то она у вас будет мягкая, потому что это силикон. Причем он действительно похож на ощущение, как будто вы пробудете от этой ткани. Ну, с этим уже нужно работать. Мастер-класс по силиконом был в прошлом году. Вы можете найти запись и попробовать отнуть себе подушечки силикона. А это тут реалка, как шипеть с самой подушечкой силикона. Потому что силикон, он не приклеивается. Вы когда отдаёте подушечки, они у вас просто не приклеятся. Это четвертый материал, шить его тоже как бы не получится. Шить его можно только в том случае, если у вас идет силиконная подушечка, а с изнаночной стороны у вас кусочек с камень. И тогда вы будете пришивать сам кусочек с камень с подушечками. И теперь получается вот примерно вот такой. То есть здесь нужна специальная замкнутая иголка. И вы должны по краю аккуратненько шить, по краю с метром. Эффект будет вот примерно вот такой. Вот на данной картинке это, кстати, фэрол лапы, звериные лапы. То есть они у нас не мультяшные, они у нас не реалистичные как у человека, а более звериные. И вот, вот это тоже пример, это набитые звериные лапы. Эффектно выглядит, красиво. Это вам не покупное. Это вам не изделие, в котором шорт некрасивый. Это изделие в ручной работе, где все присылалось или в ручную, или на машинке. Конечно, они достаточно объемные, они выглядят большими. Но если посмотреть на вот эту картинку, то очень-очень даже мило. Так. Да, здесь все. И здесь же есть еще видео с вот этими вот причастными, как я их сила. Хочу еще раз обратить внимание, что резать нужно только лезвием. Можно ножом. Когда я сделал эти перчатки, я не вырезал между полосочками сразу. Я вот здесь вот оставлял цельную часть. То есть у меня был один цель в кусок меха. Вот, обратите внимание, вот выкрейка, и вот тут вот идет цель в кусок меха. Я вырезал вот по вот этой части. Внутри вот сюда вот. Я не заходил. Для чего это нужно? Если вы будете шить на машинке или, допустим, даже вручную. Вручную, ладно, вручную это допустимо. Но если вы будете, допустим, шить на машинке, если у вас будет палец отдельно друг от друга, вы его будете шивать, он у вас будет едет туда-сюда. В машинке не сможет захватить эта ткань. Слишком мало тут ткани, для того, чтобы ее захватить. Поэтому, если вдруг вы будете прострачивать подушечки, то тогда нужно цельный кусок вырезать, потом уже прострачить. Сейчас я продемонстрирую. Так, тут у меня был достаточно длинный мех, мне его присутствует отлично. Да, это у меня была реклама от Палуна Катана. Сделайте выкройку, к выкройке сразу добавляйте подочки. Размечайте, какие у вас подочки внизу, где подочки вверху. Желательно не прорезать, они не прорезаются. Если вы на машине сидите, они не прорезаются. Если вы рисуете ручную, то да, вы вырезаете эту часть и вставляете вместо нее вшивайки все первые вставочки. Секунду. Вот. Вам нужно иметь вот такой вот набор шапонов. Обязательно его иметь, потому что если вы будете рисовать ручную, у вас не всегда получится одинаковая, скажем так, подушечки на правой и на левой глазки. И еще секрет симметрии. Вы просто согните бумажку пополам и нарисуйте то, что вам надо. И когда вы разогнете, у вас будет идеально симметричная подушечка. Правая и белая. Так. Начинается самое. Сейчас я беру обновленную петровую ткань и пришиваю его здесь от края. Вы можете это тоже вшить ручную. Это необходимо для того, чтобы была мягкая носитель, чтобы оно не прикатать из кожи, не раздражало ее. Вы можете также, допустим, пришить резинку какую-нибудь, чтобы оно держалось на руке и не впадало. Но из-за того, что она более твердая, она не такая мягкая какая-то. Вот. Здесь делается то же самое. Здесь я беру с внешней стороны, то есть с низкой изнаночной стороны. Я буду с нами разговаривать, я буду вывернуть это. Беру с изнаночной стороны, пришиваю подушечки ровно по нашей разметке, по контуру. Очень важно закрепить ткань, чтобы с изнаночной, с внешней, с внешней стороны, булавками закрепить ткань, чтобы она не ездила. Если у вас ткань начнет ездить во время того, как вы прострачиваете, даже когда вы сьете вручную, то у вас будет смещение, и будет это выглядеть некрасиво. Подушечка будет не натянута, ткань будет спорчена. Она придется просто распушать и перешивать все заново. В общем, эта же процедура повторяется со всеми пальчиками. Сейчас я попробую вывернуть это на изнанку. Самая-самая просто емкость – это процесс выворачивания. Потому что мех – он очень объемный. И очень важно, очень хорошо сшить края, очень хорошо сделать шов. Даже за двойной нить, если вы сьете вручную. Потому что тогда вы будете вот так вот растягивать. Вот я сейчас. Мех – очень великая вероятность, если вы сшили одной нитью, что он у вас разойдет с шовом. Я даже, пожалуй, перемотаю. Потому что здесь повторяется с одной лапой, с другой лапой. Вот. Здесь вот начинается процесс сшивания уже вручную. Т.е. я присылаю вверху и не люблю часть от лап. Мехи. Чью. Не люблю на машинке, если честно, шить. Опять-таки потому что попадает в шов. Я один раз прошил, мне не понравилось. Я рисую. Лучше все-таки делать вручную. И вот как раз на том моменте, когда я дошел до первого пальчика, только тогда я разрезаю уже сам мех по контуру. Опять-таки важно, чтобы у вас был отступ. Если у вас нет отступа и вы будете пришивать, то у вас шов зайдет пару миллиметров вверх, и у вас отчасти будет меньше по размеру, чем они должны быть. В данном процессе самая трудоемкая – это отступ. Трудоемка выворачивает, а самая длительная по работе – это вот сшивание. Я хочу спросить, кто не знает, как сделать вот такой вот невидимый шов с изнатой? Может, есть такие? Ладно, будем считать, что все знают, как стать. Герман? Я имею в виду понятия. Почему ты не поднимаешь, Ладно? Я все равно продемонстрирую. У меня есть ты, зачем мне это? Да, естественно. Зачем заделать, когда есть мастер, с которым он может заплатить. Попробую. Пойдет твои рукава. Я буду избежать, и я все-таки испорчу тесто. Не в обиду. Вот у вас есть два куска меха, которые вам нужно заплатить. Вот здесь немножко видно отступ. Он должен быть буквально там миллиметра два-три. Выберете нитку, можно даже ее не завязывать. Надеваете внутрь. Кончик я предпочитаю, вот мы его продержали. После этого вы продеваете ее снова. И делаете петлю. У вас иголка должна зайти в специальную петлю. Итак. Мы же сейчас, в нёме kaufen. В боже. Мы же скрыли его в ваще. В общем, у меня наверное. Очень иная петлю. И вы видите на обратно. Уберем.